всем привет рада приветствовать вас на своем канале о вязании но что сегодня у нас с вами очень красивый узор вяжется он достаточно просто выглядит он очень эффектно отлично подойдет для вязания летних изделий топов маяк туник также очень красиво будут смотреться кардеган и можно украсить начало вязания этим узором очень красиво смотрится он как манжет как резинка раппорт узора 7 петель и 4 ряда для вязания образца поворотными рядами необходимо набрать количество петель кратная семьи плюс 3 петли для симметрии 2 кромочные петли так вот такие очень красивые объемные дорожки вот так он выглядит с изнаночной стороны так этот образец я вязала спицами номер 4 из пряжи полушерст метражом 50 граммах 175 метров 2 сложения аналогичный метраж 50 граммов 90 метров в одно сложение вот такой очень красивый узор и так давайте приступим я наберу на 2 раппорта значит 14 петель плюс 3 и плюс 2 набираю обычным способом все набрали наши петли 14 петель на 2 раппорта 3 петли для симметрии 2 кромочные петли и так первый ряд вязания первый ряд у нас изнаночной кромочную петлю мы снимаем и начинаем провязывать раппорт провязываем 3 лицевые петли 1 2 3 далее провязываем одну изнаночную и делаем 2 обвитие 2 накида и так повторяем еще три раза то есть 1 изнаночная 2 накида 2 изнаночная 2 накида 3 изнаночная 2 накида 4 изнаночная и 2 накида то есть 2 объявите это наш раппорт повторяем 3 лицевые далее 1 изнаночная 2 обвитие 2 накида 2 изнаночная 2 обвитие 4 изнаночная 2 обвитие и петли для симметрии провязываем 3 лицевые петли 1 2 3 это петли не раппорта кромочную провязываем изнаночной провязали мы первый ряд узора второй ряд второй ряд у нас лицевой кромочную петлю снимаем и начинаем с вами провязывать у нас 3 изнаночные петли вне раппорта петли для симметрии и начинаем провязывать раппорт и так смотрите накиды мы сбрасываем изнаночную снимаем не провязывая вот так на правую спицу нас удлиненная получается опять накиды сбрасываем вернее не изнаночной просите лицевую снимаем вот так лицевую вторую снимаем сбрасываем накид 3 лицевая сбрасываем накиды и 4 лица нас получилось 4 объемные лицевые петли нить за работа их мы снимаем на правую спицу не провязывая здесь чтобы сильно не стягивала сзади можно здесь поддержать пальцем нить и провязываем 3 изнаночные петли 1 2 3 это наш рапорт повторяем сбрасываем накиды лицевые снимаем на правую спицу не провязывая нить за работой 1 2 и 3 изнаночные петли кромочная изнаночные 2 раппорта мы провязали разворачиваем работу третий ряд начинаем раппорт кромочную петлю снимаем провязан 3 лицевые петли далее 4 изнаночные петли снимаем на правую спицу не провязывая нить перед работой повторяем 1 2 3 лицевые петли 4 изнаночные петли снимаем на правую спицу не провязывая нить перед работой и петли для симметрии 3 лицевые петли кромочную провязываем изнаночной все провязали третий ряд и четвертый ряд узора кромочную петлю снимаем провязываем 3 изнаночные и начинаем провязывать рапорт и так смотрите переснимаем 4 вот эти удлиненные петли далее мы первые две петли набрасываем на третью четвертую как бы третью четвертую протягиваем через первую и вторую петлю возвращаем их мы их перекрестили первые две петли мы провязываем лицевой за переднюю стенку следующие две петли лицевой за заднюю стенку 3 изнаночные 1 2 3 вот мы провязали с вами рапорт так повторяем снимаем 4 петли объемные на правую спицу далее подхватываем первую и вторую петлю и набрасываем на третью четвертую то есть третью четвертую мы протягиваем через первую и вторую возвращаем их на левую спицу первую и вторую лицевой петлю про 1 2 петли провязываем лицевой за переднюю стенку вот так 3 4 за заднюю стенку лицевой и далее у нас 3 изнаночные петли 1 2 3 кромочную провязываем изнаночную и вот мы с вами провязали раппорт высоту всего 4 ряда далее повторяем с 1 по 4 ряд давайте еще раз побыстрее провяжем еще один раппорт высоту но уже побыстрее сделаем и так кромочную петлю снимаем провязываем 1 2 3 лицевые петли далее изнаночная 2 накида изнаночная 2 накида изнаночная 2 накида изнаночная 2 накида провязали мы с вами повторяем 3 лицевые изнаночная 2 накида изнаночная 2 накида изнаночная 2 накида изнаночную 2 накида и 3 лицевые кромочную изнаночную первый ряд готов второй ряд кромочную петлю снимаем провязываем 3 изнаночные 1 2 3 сбрасываем накиды лицевые снимаем не провязывая нить за работой на правую спицу вот так 4 петли у нас далее 3 изнаночные 5 накиды сбрасываем лицевые снимаем не провязывая нить за работой придерживаем 3 изнаночные кромочную изнаночные готов на второй ряд разворачиваем работу третий ряд кромочную петлю снимаем провязываем 3 лицевые 4 изнаночные петли снимаем не провязывая нить перед работой 3 лицевые 4 изнаночные петли снимаем не провязывая нить перед работой 3 лицевые кромочную провязываем изнаночной разворачиваем работу четвертый ряд кромочную петлю снимаем провязываем 3 изнаночные далее перекрещиваем петли 4 петли снимаем на правую спицу далее 1 2 подхватываем и набрасываем на 3 4 вот так возвращаем петли провязан первые 2 лицевой за переднюю стенку следующие 2 лицевой за заднюю стенку провязали 3 изнаночные далее петли перекрещиваем снимаем на правую спицу далее 1 2 подхватываем и набрасываем на 3 4 возвращаем и провязываем первые 2 петли лицевой за переднюю стенку а 3 4 лицевой за заднюю стенку и далее 3 изнаночные кромочную провязываем изнаночные все провязали мы с вами 4 ряда и вот что у нас получается очень красивый узор применяйте на этом все надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал а если вы еще не подписаны включайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео мастер-класса также приглашаю вас на мой второй канал который называется вязаные аксессуары ссылку оставляю под видео и в своей соцсети в сообщество в группе вконтакте в яндекс цен и в инстаграм все ссылки оставляю под видео присоединяйтесь всем буду очень рада всем всего доброго ровных 7 петелек и до новых встреч